Я вот купила на сегодня сосиски для зверей и печенье слабости для медведей. И вот сейчас еще пойду и куплю билет на 200 рублей, чтобы пройти в зоопарк. Резидент Нуриманова ходит в зоопарк не посмотреть, а пожалеть животных. И в этом она не одинока. Многие жители Агидели стараются подкармливать этих зверей. Меню разнообразное по принципу, на что хватит денег и по знаниям о вкусах животных. Чаще всего хлеб, сосиски и молоко, иногда фрукты. Нас заверили, что именно сегодня в Уфу, где находится склад с провиантом, отправился директор зоопарка. Но разнообразить рацион волков колбасой не против и сами сотрудники. Кормить зверей, чем придется, разрешают охотно. Пусть кормят, что интересно же. Ну, вообще везде, во всех зоопарках, телевизорно запрещают кормить, потому что у каждого животного свой рацион. У них тоже есть рацион. И кто желает, кормит. Но вы же не знаете, что люди приносят. Мы смотрим, что глаза на что надо дать мыть. Посетители тоже пригляделись к самим животным. Тогда-то и разгорелся первый скандал. Случилось это, когда зоопарк стоял в Бирске. И на всеобщее обозрение вывели верблюда с жуткими ранами на шее. Сотрудники зоопарка объяснили это тем, что животное натерло рану о березу. Как это случилось, на самом деле осталось тайной. Теперь все потертости и проплешины на шкуре животных вызывают у людей тревогу. Мишку, куда повези, покажи, если рана не будет там, я эту женщину найду. Покажи, где рана. Разглядеть их в полумраке клеток нелегко, тем более обычному посетителю. И чтобы выяснить окончательно, здоровы ли животные, мы пригласили ветеринарного врача. Осмотр начали с того самого верблюда. Его вид особенно настораживает посетителей. И не напрасно. Чуть непадка может быть за витаминок, может быть. Чуть длинненько идет, видите. Здесь, например, шерсть нормальная же. Вот и месте просто. И просто она, видите, она, как бы сказать, друг с другом скрепилась, наверное, из-за дождя, снега, наверное. И все, да, болело, он, да. Еще раз, он себя придет. Если хорошее кормление нормализовать ему, он бы себя на поправку пойдет. Для ветеринаров главное, чтобы животные были вакцинированы и приехали из благополучного региона, где нет никаких эпидемий или очагов болезней. Упитывание с нами, примерно, хорошее. А, вы видите, сейчас несколько признаков там, то, что она какие-то заболевания, например, не видно. Справки, например, на всех этих животных имеются. Кормление тоже почти правильное. Обязательно, потому что если бы они не кормили бы, уже состояние у них другое было бы. И вроде все правильно. Клетки периодически чистят, кормят, разумеется, не только посетители. Но людям, глядя на это, все равно становится не по себе. Я с тобой нервная. Мне одного верблюда достаточно было с медведем, чтобы зайти дальше, посмотреть. Ну, там у него на ноге жара, ну, он же видно же, ну, можно уже обработать чем-то. Пришли как-то с ребенком, ребенок вроде радостный был, а ушел такой грустный, потому что в таком состоянии голодные животные. Да, мы сами, родители, несем ответственность за то, что мы показываем детям. Но, тем не менее, администрация сами должна тоже нести ответственность за своих животных. Закон также обязывает заботиться о животных, содержать их в соответствии с санитарными требованиями, обращаться с ними гуманно. Даже есть наказание, штраф от 500 до 20 тысяч рублей. И уголовное за жестокое обращение. Однако термины гуманной, жестокое обращение с животными, федеральный закон о животном мире, как и другие нормативно-правовые акты федерального уровня, не раскрывают содержание данных понятий и действий. Иными словами, сложно привлечь человека за жестокое обращение, пока он у всех на виду не начнет калечить животное. В остальном, мрачный вид зоопарка, покосившиеся клетки, разбросанная посуда и мусор – это уже проблемы людей. Животные-то не жалуются. Субтитры создавал DimaTorzok